Здравствуйте! Каждый раз перед выходом на улицу мы смотрим за окном. Нас интересуют не только показатели температуры на термометре, но и важно знать, не идет ли снег или дождь. Тема нашего урока – атмосферные осадки. Водяной пар поступает в тропосферу, нижний слой атмосферы, с поверхности Земли в результате процесса испарения. Но воздух не может вместить в себя всю влагу. Величину содержания водяного пара в атмосфере называют влажностью воздуха. Абсолютная влажность воздуха – это то количество водяного пара в граммах, который может поместиться в определенном объеме воздуха в одном кубическом метре. Отношение количества водяного пара в атмосфере к его максимальному количеству, который может содержаться в этом объеме воздуха при данной температуре, называют относительной влажностью воздуха. Воздух, поднимаясь вверх, на определенной высоте начинает охлаждаться, а водяной пар превращается в каплики воды или кристаллики льда. Так образуются облака. Кристаллики льда и капли воды в облаках очень малы. Представьте себе, в одном кубическом сантиметре воздуха содержится около 600 капель. Кристаллики льда и капли удерживаются воздушными потоками и не падают на земную поверхность. Но когда температура воздуха в облаке начинает понижаться, капли и снежинки сливаются друг с другом, увеличивается их объем, а также их вес, и они выпадают на поверхность земли в виде осадков. Для того, чтобы образовались осадки, воздух должен подняться вверх. Это происходит за счет нагревания земной поверхности. Например, в районе экватора, где постоянно высокие температуры и высокая влажность, теплый влажный воздух поднимается вверх и на определенной высоте начинает охлаждаться, выпадают осадки. Влажный воздух может двигаться горизонтально и иногда на своем пути встречает горы. Поднимаясь вверх, воздух охлаждается, и на наветренных склонах гор образуются осадки. Подветренные склоны гор остаются сухими. То же самое происходит и в селе Чарапунжи в Индии, в предгорье в Гималаях. Там влажный воздух встречает на своем пути Гималая, и здесь выпадают осадки. Ежегодно здесь выпадает 12 600 миллиметров осадков. Из облаков на землю осадки могут выпадать в двух видах – жидком и твердом. В теплое время года в основном выпадают жидкие атмосферные осадки, например, дождь. Но также из слоистых и слоистокучевых облаков могут очень медленно выпадать жидкие атмосферные осадки в виде мелких капель. Это морось. Но иногда, даже в теплое время года, на поверхности земли выпадают твердые атмосферные осадки. Это град – кусочки льда разных форм и размеров. Град образуется в переохлажденном облаке за счет замерзания некоторых капель воды. Обычно размер градин 1-2 сантиметра, но иногда он может доходить и до 10 сантиметров. И тогда на поверхности земли выпадают градины размером с куриное яйцо. Продолжительность града невелика – 1-2 минуты. Обычно град сопровождается ливневым дождем с грозой. В полярных или тропических широтах град – редкое явление. Чаще всего он происходит в умеренных широтах. В холодное время года на поверхности земли выпадают твердые атмосферные осадки. Вам хорошо знаком снег. Но также ранней весной или поздней осенью на землю выпадает мелкая крупа – вид твердых атмосферных осадков. Чаще всего она выпадает вместе со снегом. Еще одним видом твердых атмосферных осадков является ледяной дождь. Он образуется в облаках при отрицательной температуре – от нуля до минус 15 градусов по Цельсию. Ледяной дождь представляет собой небольшие шарики льда диаметром от 1 до 3 мм, внутри которых расположена незамерзшая вода. Она вытекает из этих шариков, когда ударяется о поверхность земли и превращается в гололед. Осадки могут выпадать не только из облаков, но и из воздуха. Воздух насыщенный влагой при соприкосновении с холодной поверхностью земли конденсирует, образуются осадки. В теплое время года, рано утром на поверхности земли можно увидеть капли воды. Это роса. При температуре ниже нуля градусов по Цельсию роса превращается в иний – тонкий слой кристалликов льда. Ини чаще всего формируются ранней весной или осенью. При влажной морозной погоде на тонких и длинных предметах образуются кристаллики или отложения льда. Это изморозь. Чаще всего она образуется при ясной малооблачной погоде при температуре от нуля до минус 10 градусов по Цельсию. Гололед – это нарастающие атмосферные осадки в виде слоя стекловидного льда. Гололед представляет собой атмосферные осадки, которые выпадают и замерзают на холодной поверхности земли. Это связано с выпадением переохлажденных осадков. Гололед нарастает столько, сколько продолжают выпадать переохлажденные осадки. Но как же измеряют количество атмосферных осадков? На метеорологических станциях есть специальный прибор – осадкомер. Смотритель станции с 9 утра до 9 вечера по Гринвичу наблюдает за количеством выпавших осадков, затем выливает их из осадкомерного ведра в специальный мерный сосуд, где измеряет их истинное количество. Твердые атмосферные осадки сначала растапливают, а затем измеряют таким же способом. Но как распределены атмосферные осадки на Земле? Количество атмосферных осадков распределено неравномерно. Одно из самых засушливых мест на Земле – это пустыня Атакама в Южной Америке. В некоторых ее частях осадки не выпадали несколько лет, а среднегодовое количество осадков не превышает 10 мм. На количество выпадающих осадков влияют различные факторы. Температура воздуха, атмосферное давление, рельеф, соотношение суши и океана, господствующие ветра, а также течение. В экваториальных широтах выпадает максимальное количество атмосферных осадков. В тропических и полярных широтах их количество невелико. В умеренных широтах количество атмосферных осадков снова увеличивается. Изучить закономерность распределения атмосферных осадков по поверхности Земли можно с помощью диаграммы годового хода атмосферных осадков. Давайте посмотрим на нее. По горизонтальной оси Х отмечены месяца года, по вертикальной оси У отмечено значение количества атмосферных осадков. Давайте проанализируем такую диаграмму для Москвы. Максимальное количество осадков выпало в июле. Минимальное количество осадков выпало в феврале. Годовое количество атмосферных осадков составило 495,4 мм. На картах точки с одинаковым количеством атмосферных осадков соединяются линиями. Они называются изогиеты. Цветом закрашивается пространство между изогиетами. Осадки играют важную роль для жизни человека. Они непосредственно влияют на рисунок расселения человека на поверхности Земли. Районы с избыточным и дефицитным количеством осадков непригодны для жизни. В качестве домашнего задания проанализируйте диаграмму годового хода атмосферных осадков для вашего населенного пункта.